Было ощущение, что мы это создали, но работает. Ну, конечно, есть пациенты, которым ты уже проникаешься, безусловно. Ну, наверное, в 20 лет мечта одна, сейчас другая, чтобы люди просто жили нормально, чтобы люди имели нормальные человеческие взаимоотношения, чтобы нормально относились к больницам. Удача, она всегда красива, яркая, больше или меньше. Кстати, неудача тоже будет очень яркой. Хм, надо посчитать. В 30 позвонили, сразу я позвонил. Тогда телефонов не было сотовых. Тогда еще все было на таких телефонах, стационарных. Даже еще хуже, я откуда-то прилетел. Тогда уж было как-то все проще, и люди были здоровее, и меньше понимали. Второй раз аж в 42. Два. 3 мая проснулись, началась родовая деятельность. Как всегда, ничего нет. Нужно было покупать, уже в больницах ничего не было. Сел в машину в 6 утра, поехал по аптекам, собрал, что надо. Приехал в роддом, родили. Народок там уже я был, да. А после этого шла верни за поздравление, прямо в родзале. По-моему, это было в Штатах, где-то было, в Америке, на каком-то конгрессе. Подходит эмбриолог, он немец сам, а работает в какой-то американской клинике. Это выговорит отец этого Владислава. Вот это была ситуация, интересный момент такой. Это было минус 30, на улице была зима, она была из Курска, юрист, я помню. Позвонили, она так спокойно, тихо, она такая, не эмоционально. Да, все хорошо, я беременна. Так вот недавно мама потеряла сознание в коридоре. Это была мама женщины. Будущая бабушка, да. Сказать человеку, что у вас не получилось после его надежды, конечно, всегда тяжело. Тяжело. Ну, нужно сказать так, чтобы человеку нужно дать надежду. Человеку нужно дать не только сказать «нет», допустим, у вас не получилось, а человеку нужно дать информацию, дать понимание, что делать дальше. Идти в этом, например, что-то делать с медициной делать или без медицины делать, или восстановление. Ну, масса моментов здесь есть. Поэтому, проработав чистым акушером-гинекологом, наверное, лет 25, потом эндоскопистом, потом уже выйдя в репродукцию, ну, уже как-то понимаю все это во времени. И еще, ну, знаете, можно купить все. Нельзя купить опыт. Поэтому со временем немножко по-другому понимаешь, как будет выглядеть эта проблема. Неудача здесь, здесь будет удача. Вот бытует такое мнение, что с первого раза никогда не получается. Нет, нет такого. Опять же, понимаете, есть очень разные подборки. 25 – это одна ситуация, 35 – это другая. С наличием заболевания 4, с генетикой 4. И есть масса моментов. Тем более сейчас мы работаем, у нас сейчас, ну, мы сейчас проводим порядка там тысячи с чем-то циклов. Это большая клиника, тысячи с чем-то, там большой объем. Мы работаем через замораживание эмбрионов. То есть уже к нам приходят пациенты, как правило, которые уже прошли очень много. Франция, Германия, объездили, Израиль. Возвращаются, и я понимаю, ну, уже когда начинается сравнение, понимаешь, что мы стоим, в общем-то, что ты стоишь на уровне, да. У нас вот одна была женщина из Штата, она там известная фигура, ну, такая эмоциональная, все, мы перенесли ей один эмбрион, и она 55 родила сама, чему я был несказанно удивлен. Вот тут я был удивлен. Она говорит, я родила сама 55, видите, вот там индекс показания здоровья, вот там раскрытие шейки матки, она родила сама, понимаете, 55, а вторые роды, правда, с первым 30 лет, но она родила сама. Вот тут я был точно уже удивлен. Но есть классические подходы, это год регулярно по жизни. Некоторые, правда, приходят через 15 минут, ведь такие бывают. Некоторые не приходят через 10 лет. Но обычно, вот если брать с точки зрения медицины, статистики, подходит, это год. Это год. Если не получается, надо понимать. Не, ну, если это 40, и у женщины есть проблемы, то надо идти сразу, как только она об этом задумается. Или есть проблемы, которые связаны с предшествующими заболеваниями, операциями, неудачами и так далее. То есть она начинает сразу. Каждый человек, жизнь любого человека, она эмоционально окрашена, безусловно. Безусловно. Понимаете, тут еще есть такой момент, есть эмоция, су-си-пу-си-шу-си-му-си, да? А есть понимание. А есть понимание. Знаете, вот человечество умрет тогда, когда место эмоций займет интеллект, разум абсолютный. У него не будет эмоций. Насчет плакать сложно сказать. Не плачут, а мужчины не плачут, а огорчаются. У нас есть одна пациентка, которая потеряла ребенка. Случайно, в 17 лет. И потом уже была двойня. Ну, там такой тяжелый сюжет. Тяжелый. Мы прошли достаточно большой путь, где нет, опять же, каких-то готовых решений. Ну, разные. Управленческие решения. Даже есть там медицинские чисто, какие-то тактические отношения с людьми. Любой сотрудник, любой сотрудник, начиная от младшей медсестры и заканчивая высоким составом, высшим составом, он должен обладать набором профессиональных качеств. Раз. Вот без них невозможно ничего. И должен обладать набором человеческих качеств. Вот если профессиональные вот здесь, а человеческие здесь, ну, понятно, смысла нет. Но если и человеческие здесь, а профессиональные здесь, человек в команде не в работе, Это человек одиночка в работе. Он может что-то организовать, но системно он работать не сможет. И далеко не все смутка в этой системе работать. Далеко не все. Поэтому вот человек сначала проходит какой-то испытательный срок, мы его должны научить работать в программе, взаимодействии с коллективом. Как он даже улыбается, здоровается и так далее. Это очень важный момент. Без каких-то факторов не может быть. Сейчас уже есть костяк коллектива. Он же достаточно такой, знаете, как бросаешь туда свежий огурец, он становится соленым. Доктора уже выросли. Я их еще взял со студенческой скамьи. Это за сколько? За 15 лет, да? За 20? Ужас. Ужас. Организм, знаете, как закон сопротивления материалов, сопромат можно померить. А организм кому-то проводит одну стимуляцию, у человека там и гиперстимуляция, и все болит, и тромбозы возникают, и все остальное. А кто-то проводит 20 и ничего. Поэтому все зависит от массы факторов. От сосудистой системы, от сопутствующей патологии, от ответа на препараты, отвечает, не отвечает. Ну, здесь, знаете, дать рекомендации, да, есть какие-то общие, но конкретно к паре, знаете, весь мир можно обнять. От одного человека обнять сложнее. Весь мир проще обнять, чем одного, знаете, тут. Это индивидуальное, понимаете, это индивидуальное обнимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok